Дмитрий Игоревич, здравствуйте! Ну, в первую очередь, военнослужащий по контракту – это профессия. Профессия уже становится актуальной для многих граждан Российской Федерации. Профессия хорошо оплачиваемая и профессия, опять же, повторюсь, востребована. Также военнослужащий по контракту может выбрать место прохождения военной службы, в отличие от военнослужащего по призыву. Скажите, каковы этапы поступления на военную службу по контракту? Как это можно сделать? Согласно федеральному закону номер 53 о воинской обязанности и военной службы, у кандидата, поступающего на военную службу по контракту, есть три этапа. Это прохождение военно-врачебной комиссии, сдача профессионального психологического отбора и сдача физической подготовленности. Наиболее сложный какой этап по практике вашей работы? По практике последнее время – это прохождение военно-врачебной комиссии. Расскажите, пожалуйста, Дмитрий Игоревич, а что означает военно-профессиональная ориентация? Многие граждане уже проходили военную службу по призыву, либо по контракту. У них во время прохождения службы была получена какая-то специальность. И мы стараемся при поступлении кандидата к нам на пункт отбора, стараемся подобрать ему такую же специальность, то есть сориентировать его, допустим, если он проходил на должности связистов, то есть подобрать ему должность радиотелефониста. И чтобы должность соответствовала месту его желаемого прохождения военной службы. И, соответственно, будем оформлять данного гражданина. А если человек хочет, например, поступить к вам на службу по контракту, но по другой специальности, он может получить дополнительное образование, опять же, в рамках службы? Есть такая вероятность? Конечно, может. Мы его оформляем. Он приезжает в воинскую часть, становится на эту должность, и его направляют на курсы повышения квалификации. И за счет государства? За счет государства, нет. За счет Министерства обороны. Вот очень важная деталь. А какие требования предъявляются гражданам, желающим поступить на военную службу по контракту? Требования предъявляются, исходя из этапов прохождения военной службы. То есть это состояние здоровья. Кто уже служил по призыву, либо по контракту, они уже знают. Это категория здоровья А, и самая низкая – это Б3, Б4. То есть А – это предназначение для специальных войск, то есть воздушно-десантных, либо спецназначения. Б, Б3 – это мотострелковые войска, войска тылового обеспечения. Также по профессионально-психологическому отбору – это соответствие нервно-психической устойчивости и физическая подготовленность. Но физическая подготовленность, она у нас идет минимальная. То есть в дальнейшем уже по прибытию в часть военнослужащий может совершенствовать свою физическую подготовленность и получать за это деньги. Министерство обороны – это единственное ведомство Российской Федерации, которое платит денежное удовольствие военнослужащему за физическую подготовленность. То есть просто за то, что ты занимаешься спортом, ты можешь за это получать деньги. Дополнительно к заработной плате. Как это правильно у вас называется? Денежное удовольствие. Денежное удовольствие. Скажите, вот сейчас многие медики сетуют на то, что вот когда совсем юные призываются молодые люди на службу, у них здоровье, скажем так, немножко отличается от того, были поздоровее парни несколько лет назад. Вы встречаетесь с этим? Да. Или просто вот сразу отсеиваются, отбор не проходит и все? Мы с этим встречаемся. Причины, наверное, это компьютер, информатизация, 21 век. То есть частое сидение за компьютером, это связано со зрением, влияет на зрение. Это все решаемо. Если врачи военно-врачебной комиссии примут решение, что кандидат годен для прохождения военной службы по контракту, то, конечно же, мы его будем оформлять далее. Скажите, пожалуйста, вот мы с вами к очень интересной теме подошли, да? А как с врачами, как вообще с медицинским обслуживанием для тех, кто проходит военнослужбу по контракту, обеспечивается ли какое-то дополнительное? В каждом гарнизоне находится госпиталь. И все военнослужащие и члены их семей находятся на обеспечении по здоровью. То есть они могут обратиться в госпиталь, пройти лечение. Если заболевание требует более углубленного изучения и лечения, то его могут направить, ну, крайний случай, это город Москва в Бурденко. А уровень вот ваших местных госпиталей, он каков по оснащению, по специалистам? Можно об этом говорить сегодня? Ну, специалисты есть, оснащение есть, но если вдруг что-то надо пройти, могут быть врачи в командировках или еще где-то. То есть в каждом гарнизоне заключен контракт в республике Хакасия, это республиканская городская больница, и там можно будет на основе заключенного договора пройти медицинское обследование. Сам там проходил обследование. Скажите, а где могут проходить военные службы по контракту жители Хакасии? Они могут рассчитывать только на нашу республику или выбрать территорию сами? Ну, как я уже говорил в начале, военнослужащий по контракту тем и отличается, что он может выбрать место прохождения службы. То есть от Калининграда до Владивостока. Любой род, любой вид войск. То есть это могут быть специального назначения, сухопутные войска, военный морской флот. Все зависит от категории здоровья, от профессионального психологического отбора и ориентации его для прохождения военной службы. Дмитрий Игоревич, расскажите, а каков регламент служебного времени? Регламент служебного времени строгий. В 8.00 прибытие на военную службу, до 14.00 занятия по боевой подготовке, с 14.00 до 16.00 обед, с 16.00 до 18.00 внутренние работы, обслуживание боевой, военной техники и в 18.00 построение и убытие по домам. А что происходит, если военнослужащий нарушает регламент? Если военнослужащий нарушает регламент, в отношении его налагается дисциплинарная ответственность. То есть дисциплина строгая должна быть в первую очередь. Нужно понимать всем, кто вдруг будет претендовать. Ну и, наверное, самый такой вопрос, который более всего интересует сегодня наших телезрителей, это льготы, обеспечение, социальные гарантии, выслуга лет и заработные платы. Ну вот, как вы уже сказали, денежное удовольствие военнослужащего. Что вот в этот блок входит? Ну, давайте начнем с денежного удовольствия. Денежное удовольствие военнослужащего начисляется, исходя из его воинского звания, выслуги лет, то есть сколько он проходит службу, районного коэффициента, то есть где он проходит военную службу, как я уже говорил, физическая подготовленность. Можно также в течение года, находясь на должности, по течение года сдать на классную квалификацию, тоже за это получать надбавку денежную. Также, если военнослужащий имеет права СДЕ и находясь на должности водителя, то есть управляя военной техникой, он получает до 50% к денежному удовольствию. Также за нахождение в составе батальона тактических групп военнослужащий получает до 20%. То есть Министерство обороны всячески пытается стимулировать военнослужащего денежным удовольствием для его прохождения военнослужбы. Также единовременная положена выплата, так называемая материальная помощь. То есть военнослужащий пишет, ему просто так Министерство обороны дает деньги, чтобы он, может быть, себе что-то приобрел, какие-то материальные средства. И в конце года премия. Также ежемесячная премия 25%. То есть вот вы говорили про нарушения дисциплинарные различные. Если военнослужащий нормально служит, не нарушает, соблюдает рекламу служебного времени, выполняет свои служебные обязанности, ему положена премия 25% к денежному удовольствию. Также, что очень немаловажно, это жилищное обеспечение. Во время прохождения военной службы военнослужащему предлагается проживать либо в кубриковой системе в казарме, либо снимать жилье и оформить под наем. То есть Министерство обороны частично до 80% компенсирует, восстанавливая деньги, которые военнослужащий тратит за под наем. Ну и в конце службы, либо если военнослужащий хочет, он может воспользоваться военной ипотекой. То есть по течению 6 лет военнослужбы он может приобрести жилье, взять кредит в банке. И те деньги, которые за 3 года ему Министерство обороны накопило, почему 3? Потому что первые 3 года военнослужащий служит, и только потом он имеет право стать участником накопительной ипотечной системы. И приобрести жилье также в любом месте Российской Федерации. И вот этот кредит в банке, который военнослужащий берет, за него выплачивает Министерство обороны. То есть он не платит. Только коммунальные услуги за квартиру. Есть какие-то особенные условия, допустим, вот служба должна именно определенное количество лет продлиться? Совершенно верно. То есть военнослужащий приобретает жилье, и его задача это просто проходить дальше в военную службу. До 20 лет, либо календарных лет, либо со льготными. Тогда квартира остается за ним. Если он раньше времени увольняется, то, к сожалению, квартира остается в счет Министерства обороны. А что такое льготные? Давайте тоже сразу объясним. Льготные. У нас в Центральном военном округе есть военная база, так называемая 201-я. Расположена она в республике Таджикистан. И год, один день прохождения военной службы по контракту считается за три дня. То есть за три года военной службы по контракту военнослужащему 9 лет идет выслуги. То есть за шесть лет он практически становится военным пенсионером. Также я хотел обратить внимание на военную пенсию. То есть гражданин, военнослужащий по контракту, отслуживший 20 лет, уже становится автоматически военным пенсионером. И начинает деньги получать уже сразу после увольнения вот эти пенсии военные. И автоматически он может параллельно работать на гражданке и на гражданской службе. Но пенсия продолжит начисляться. И он также может зарабатывать себе уже вторую пенсию гражданскую, которую он уже будет, согласно федеральному закону, в 65 лет получать, если мы говорим о мужчинах. Ну, очень интересные условия. А социальные гарантии мы с вами еще не обсудили. Есть какие-то дополнительные, которые сегодня не рассказали нашим телезрителям? Военнослужащий застрахован автоматически Министерством обороны. То есть надо каких-то страховок платить. Также в регионах Урала, Дальнего Востока и Сибири военнослужащий и один член семьи имеют право пролета, либо проезда к месту отпуска туда и обратно безвозмездно. То есть Министерство обороны восстанавливает. Один раз в год. Один раз в год. Допустим, берем Красноярск-Сочи, Сочи-Красноярск, Министерство обороны, на самолете все это выдает воинские перевозочные документы и военнослужащий летит отдыхать. Очень интересно, я думаю, что очень хорошее условие. Наверное, у вас очередь стоит, да, из желающих, которые хотят служить по контракту. Вот есть какая-то система, я не знаю, рейтинга или как вы принимаете на службу? Ну, конечно же, в первую очередь мы... Ну, понятно, что мы с вами обсудили, да, здоровье, вот, психическое. Конечно же, приветствуются военнослужащие, не военнослужащие, а граждане, которые ранее проходили службу. Но, согласно федерального закона того же номер 53, воинской обязанности и военнослужбы, граждане, которые получили высшее либо среднепрофессиональное образование и не проходили военную службу по призыву, могут выбрать вместо одного года по призыву два года по контракту. Почему два? Потому что два дня военнослужбы по контракту засчитываются за один день военнослужбы по призыву. Мы с вами еще хотели обсудить интересный вопрос. Воинские части местного гарнизона. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Ну, как многим, наверное, известно, в МПСе расположено очень много воинских частей. И еще планируется, хотел обратиться к гражданам республики Хакасия. В нашей республике планируется формирование новой воинской части. Поэтому всех желающих мы ждем. По адресу Пирятинская, 17А, будем рассказывать про должности, про вакансии, которые там есть. Ну и про условия прохождения военной службы. Вы сейчас, Дмитрий Игоревич, имеете в виду дополнительный набор. Дополнительный набор, да. Более широкий, чем он проходит традиционно ежегодно. Да. А может быть мы несколько слов буквально об этой новой воинской части скажем? Вот кто будет востребован более? Будут более востребованы водители, радиотелефонисты, то есть должности связи. А есть женские специальности в военной службе контракта? Женские специальности. Такого понятия женской специальности нет. Есть понятие воинские должности, которые могут замещаться военнослужащими женского полка. Вот такие должности есть, поэтому также всех ждем по адресу Пирятинская, 17А. А женщинам кому можно рассчитывать? Может быть нужно какое-то определенное образование? Требуются женщины на должности связистов и медиков. Дмитрий Игоревич, расскажите, пожалуйста, вот каков карьерный рост? Конечно же в Министерстве обороны карьерный рост есть. То есть военнослужащий придет на должность рядового состава, зарекомендует себя как достойного военнослужащего, который может командовать личным составом. То есть минимальный карьерный рост – это командир отделения, максимальный – это отправка на офицерские курсы и присвоение первого офицерского звания лейтенанта. А какие-то есть особые условия для того, чтобы получить образование непосредственно по линии Министерства обороны? Ну, как я уже сказал, это офицерские курсы, также курсы младших специалистов с присвоением воинского звания сержанта, то есть можно быть командиром отделения, в дальнейшем уже может быть старшиной роты получить звание прапорщика. То есть возможностей очень много в Министерстве обороны. А мы с вами уже немного сегодня этого вопроса касались, тем не менее хочу уточнить, скажите, можно получить какое-то образование, непосредственно являясь военнослужащим по контракту, которое потом, в принципе, можно на гражданской работе будет использовать? Какие варианты есть сегодня? Военнослужащий также может проходить военную службу и параллельно заочно обучаться в гражданских вузах, получая дополнительное образование. Давайте в завершении программы повторим, куда обращаться в случае, если вдруг эту информацию потребуется уточнить. Мы всех ждем по адресу Перятинская, 17А. Мы есть в Дубльгисе, в Яндексе, то есть нас можно везде найти. А по телефону можно уточнить? 35-89-04. Еще раз большое спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопрос дня». Увидимся в эфире канала РТС. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»